Меня зовут Андрей, я хотел бы презентовать вам вторую биржу, которая является собой сайт-портал по оказанию юридических услуг. В чем состоит идея создания такого сайта? Это оперативное общение между юристом, юридическими компаниями и клиентом. Эта идея рассчитана на юридическую целевую аудиторию, которая будет являться основным источником поступления средств для сайта, но также и на рядовых клиентов, рядовых пользователей. В чем состоит преимущество для клиента? Почему он заинтересован приходить к нам и заходить именно на наш сайт? Тут он может быстро получить бесплатную оперативную первичную консультацию. По результатам этой бесплатной консультации выбрать себе исполнителя, чей ответ ему наиболее подошел, или просто ознакомиться с рейтингами имеющихся на сайте юристов и выбрать себе уже человека, с которым он сотрудничать будет дальше. Чем интересен портал для юриста? Он не тратит время на поиск клиента. То есть он после регистрации бесплатной на сайте оперативно получает сообщения как о поступающих консультациях, то есть может на них отвечать, может повышать свой профессиональный уровень, повышать свой рейтинг и таким образом пиарится в системе. И точно так же он сразу же получает уведомления о заходящих лидах, то есть уже о клиентах готовых, клиентах, с которыми поработал оператор сайта, выяснил, что им надо конкретно, какое юридическое действие им надо совершить, в каком городе, какую сумму они готовы на это потратить. То есть юристу остается только приобрести этот лид и дальше работать с клиентом. Кроме того, постоянно добавляется на сайте новый функционал, недавно добавлен «Юрмаркет», то есть это возможность для каждого юриста продавать шаблоны заготовки своих документов, выставляя их на сайт, составляя описание документа и делая цену. Чем отличается эта продукция от похожих сайтов по продаже документов? Тем, что у нас каждый юрист при выставлении документа обязуется дать краткую бесплатную консультацию по работе с этим документом, каждому купившему документ клиенту. Что у нас с рынком, с конкурентами? Собственно, довольно много конкурентов по Российской Федерации. Это компании, которые предоставляют консультации, как платные, так и бесплатные. Но все эти сайты, порталы, они не содержат в себе месте того функционала, который сконцентрирован на сайте у нас. Что касается украинского рынка, то, в принципе, клиенты, аналоги, они, во-первых, немногочисленные, во-вторых, они в основном носят сугубо региональный характер. То есть работают только по Киеву или по другим городам. Проект на данный момент в Украине полностью готов. Более 2,5 тысяч юристов. Консультации предоставленные исчисляются уже десятками тысяч, поэтому клиентам легко и просто нас найти. И даже несмотря на последние события в стране, у нас все равно растет посещаемость. На данный момент это уже более 5 тысяч человек, уникальных пользователей. Проект мы развиваем в первую очередь на Украине. Там мы тестируем, вводим все новинки, прокатываем их, смотрим, как на них реагируют как пользователи, так и юристы. А потом передаем, уже внедряем эти новинки как на сайты Казахстана, так и на сайты Российской Федерации. В планах развития дальше на русскоязычный сегмент рынка. Это отображены юристы, которые уже, собственно говоря, по географии нас радуют. Российский сайт, казахский сайт, планы на русскоязычный сегмент и предложение инвестору в 72 тысяч долларов. Взамен инвестор получает часть в основном капитале компании, ну и, естественно, пропорционально этой части дальнейшую прибыль с проектом. Вопросы, пожалуйста. Когда вы попадаете с этим? Реклама, раскрутка. То есть, в чем специфика продукта? Это юридические услуги, а люди у нас ищут юриста в основном по принципу доверия юристу. Соответственно, для того, чтобы люди не боялись у нас на сайте брать юристов, и юристы не боялись заходить к нам на сайт, тратить деньги, покупать клиентов, надо работать над узнаваемостью проекта. Собственно говоря, надо сеошиться, надо покупать баннерную рекламу, надо делать так, чтобы проект был на суху. Еще раз. Еще раз.